Для многих мам выход из декрета – это сложный период. За три года в отпуске по уходу за ребенком женщины теряют привычные профессиональные навыки. В то же время на предприятиях меняются требования, нормативные базы и программное обеспечение. Вернуть уверенность при выходе на работу поможет новый проект, созданный на базе национального проекта «Демография». Для того, чтобы поддержать мам, повысить рост профессионального мастерства, профессиональную мобильность и конкурентноспособность на рынке труда, органы службы занятости населения организуют обучение женщин перед выходом на работу. Таким образом, профессиональное обучение женщин проводится с целью успешного возобновления трудовой деятельности после длительного перерыва, либо трудоустройства в другую организацию. О работе проекта в Армавире рассказали на специальной сессии в детской деревне Виктория. На встречи побывали представители городских предприятий, ведь для них это возможность бесплатно отправить своих сотрудниц на образовательные курсы. На время обучения малышей от одного года можно отвезти в детский сад, в котором есть группы кратковременного пребывания. Услуга бесплатна, если ребенок будет находиться в ней менее двух часов. Если больше, то нужно оплатить питание малыша. В центре Виктории эта услуга сразу включена в стоимость обучения, которое финансирует государство. Мы можем предоставить тем мамам и другим возрастным категориям людей услуги, пока они могут получать образование. А вы услышали, мы можем предоставить более 50 наименований услуг для повышения квалификации, переобучения. А в это время дети будут под присмотром. В настоящее время Центр занятости населения Армавира собирает около 70-80 заявок от предприятий, которые хотели бы стать участниками проекта. В течение следующего года на Кубани планируют переобучить не менее 1390 женщин, и дальше их число будет только расти. Программа рассчитана как минимум на 4 года, и до 2024 в нее смогут вступить те, кто совсем недавно стал мамой. Инна Лепеткина, Евгений Халманский, Служба информации, телеканал РНТВ, Армавир.